идея или концепция технополисов техно городов как точек роста как зон прорыва в будущее естественно сказать вызывает большой интерес никакого иного знака в целом кроме как знак плюс здесь быть не может это то о чем мечтали советские фантасты более того это резко констра контрастирует с ельцинской эпохой когда речь шла о деиндустриализации страны здесь речь идет наоборот о не просто об индустриальном рывке а о рывке в постиндустриальный мир рывки эти должны осуществлять особые субъекты то есть вот эти вот техно города где концентрируется наука знания наиболее прорывные технологии ну и по-видимому те социальные силы которые олицетворяют эти технологии то есть те социальные силы главное сказать инструмент которых не пила с помощью которой распиливают бюджет а нечто сказать другое компьютер и главное орудие производства которых мозги это сказать весьма позитивный подход принцип техно городов реализуется в разных странах естественно первопроходит здесь америка силиконовая долина но дело в том что силиконовая долина как раз прошла уже пик своего развития на свою задачу выполнила есть районе такие районы и в других странах ну например это район конца и в японии кстати таких районов очень много развивающимся мире на юге это такие анклавы например анклав сан паула в бразилии есть такие точки роста и в других развивающихся странах вообще есть некая закономерность чем более развита страна тем больше у нее таких точек роста и тем больше они образуются к эти единый кластер вообще очень интересно таких точках роста в свое время написал знаменитый японский теоретик бизнеса современного и публицистки нити о мая у него есть две замечательные книги одна называется мир без границ а вторая называется конец нации государства и подъем региональных экономик у него есть такой термин регион экономика и в качестве примера как раз приводит силиконовую долину и район консай в японии лишь такой регион экономика это единица производства и потребления население которое не должно быть меньше 5 миллионов потому что иначе невозможно обеспечить спрос но не более 20 миллионов потому что за пределами 20 миллионов в этой точке роста начинается бедность то есть это такой ограниченный территориальный комплекс который осуществляет прорыв причем как пишет кениси о мае он пишет об этом со знаком плюс полном восторге эти территориальные комплексы связаны не не столько со своими странами сколько с территориальными комплексами в других странах и это и есть по его мнению глобализация и вот здесь на мой взгляд мы подходим к не только к плюсам этой системы но и к минусам а в чем могут быть приобретение казалось бы абсолютно стопроцентно выигрышной стратегии вот таких прорывных техно городов прекрасно это же сказать мир просто из фантастического будущего но всегда есть обратная сторона какие здесь подстерегают опасности дело в том что технополисы могут уйти слишком далекий отрыв от окружающих их территорий и это означает что выигрыш от технополиса получает сеть технополисов во всем мире но не эта страна и возникает тогда вопрос а что будет сказать остальной частью такой страны она то ли станет сказать таким придатком к этому технополису или она будет к и средством откуда сказать зоны откуда будут черпаться ресурсы но с другой стороны ресурсы ты будет эта система черпать черпать по всему миру технополиса отличаются принципиально от мега сити мега сити мехи например какой-то рио-де-жанейро он укоренен в своей стране а вот сан-паула это сказать регион экономика это сказать технополис который связан с другими и здесь возникает проблема та же которая возникает ну например в китае мы видим зону слова свободной зоны торговли остальную страну рано или поздно это создаст социальные трения между технополисом его структурой которая ясно будет более демократичная будет более богатое общество и туда будут рваться люди и что технополис должен будет отгородиться от этих рискать людей которые заходят туда где чистое и светло стеной но собственно в китае так и делают там не допускают основную часть сельского населения в города они давно общество 40 миллионов они попросили из городов опять сельскую местность потому что условиях кризиса они не могут кормить понятно что у нас не такая ситуация как китай у нас население уменьшается они увеличиваются но тем не менее в наших технополисах может проживать ну эдак миллионов 40 50 куда деть остальные 100 миллионов ясно что на всех благ не хватит и рано или поздно это создаст очень серьезные трения кроме того возникает проблема управления этими территориями и вот этот вопрос не совсем ясен то есть какова ситуация технополисы это абсолютный экономический и технологический выигрыш но они решая одни проблемы создают другие как это часто бывает и создают они проблемы социальные каким образом можно решить проблемы негативные способные возникнуть при развитии технополисов это прежде всего грамотное размещение технополисов по стране ясно что они не могут быть разбросаны далеко друг от друга потому что получится иначе очень неравномерное взаимодействие вот скажем представьте мы создали два технополиса один москва петербург другой владивосток ясно совершенно что москва петербург будет интегрирован в евросоюз а владивосток сказать китай япония и центр проваливается в результате страна разрывается и мы получаем сказать технополисы уже не российские а совсем совсем сказать другие ясно что технополисов должно быть несколько и они должны быть равномерно размещены по стране связь должна быть пример прежде всего между ними это позволит решить другую задачу вот эта сетка сказать связи между технополисами если она накладывается на страну она позволит подтянуть по крайней мере сказать ну не стопроцентно но процентов на 70 по уровню благосостояния по уровню вовлеченности в информационные производственные процессы подтянуть остальную часть населения которая во первых не будет себя чувствовать брошенной у которой из-за этого не возникнут фрустрации и кроме того это позволит сбежать очень опасные вещи которые заложены в таком технократическом подходе к развитию технополисов если подходить к развитию технополисов технократический эконом детерминистки то это развал страны это тоже опасность которая заключена здесь равномерное размещение технополисов и их развернуться и должны быть двуликим янусом они должны быть развернуты и в глобальную систему и внутри страны оптимальными центрами размещения технополисов мне представляются зона Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток. Технополисы не обязательно должны совпадать с уже существующими городами. Они могут находиться на расстоянии 100 километров, 50 километров, это не важно. Важно, чтобы они находились в пространстве, уже связанном информационно и транспортно, потому что мы не можем себе позволить такой роскоши пойти сейчас в тайгу, вырубить там место и построить там новый город. Это просто нереально. На это нет времени. У России, кстати, не так много времени остается накануне больших потрясений, чтобы мы позволили себе такую роскошь. Возможны всякие варианты. Самое главное, чтобы связь между технополисами была не меньше, чем между технополисами и глобальной системой. Первый технополис должен находиться недалеко от Москвы. Скорее всего, это должна Москва и Московская область.